Прежнее здание школы, что было построено еще в 60-х годах прошлого века, сегодня не узнать даже снаружи, говорят жители села Красный Партизан. Кардинальные перемены здесь начались еще в прошлом году. Здание стали ремонтировать по краевой адресной инвестиционной программе. За год здесь обновили кровлю, утеплили фасад, полностью заменили систему отопления. Последнему очень рады бывшие выпускники, родители сегодняшних учеников. Им есть чем сравнить. Мы в свое время замерзали, было время, мы даже в перчатках писали зимой, потому что было очень холодно. Сейчас гораздо теплее, но я думаю, сейчас в обновленной школе будет еще теплее, что не придется детям ходить в куртках, на уроках сидеть. Сегодня ремонт подходит к концу и внутри. Объект готов на 80%, рассказывает директор школы. На все работы по краевой инвестпрограмме затратили больше 20 миллионов рублей. На сегодняшний день мы имеем ровные стены из гипсокартона, выровненные, которые в ближайшую, на следующей неделе начнется покраска данных стен. Потолки везде Амстронг с соответствующим освещением, электроосвещением, которое будет соответствовать все требования. То есть будет везде светло, как бы уютно. Обновленные классы дополнит и новая мебель, которую закупает на средства Миноборнауки края. Учреждение распахнет свои двери 29 сентября. А это значит, первую четверть почти 200 учеников проведут в здании начальной школы. Впрочем, и дети, и родители ради комфортных условий готовы месяц перетерпеть. Тем более, что здание началки для них уже привычно. Прошлый учебный год прошел там же. Учились в две смены. Я попал в первую смену и для меня конкретно таких изменений не произошло. Но что по 30 минут уроки, ну, хорошо было. К слову, сейчас в районе обновляют еще одну школу. Уже по федеральной программе капитальный ремонт учреждения проходит в селе Синтелег. И там, говорят, в районной администрации текущей осенью работы продолжатся. Много проблем было по скрытым работам. Пересогласовывали сметы, переделывали некие. Ну, плюс авторский контроль, надзор и, соответственно, строительный контроль. Фирма работает очень даже щепетильно с нами и с подрядчиками особенно. Поэтому и происходят определенные затяжки. Районные власти уверяют, что сделают все возможное для того, чтобы ремонт в школах завершился как можно быстрее. Комфортных условий все ждут с нетерпением. Тем более, что преобразования будут такими, о которых многие и не мечтали. К слову, курсно-комплексное обновление подчеркивают местные чиновники. В ближайшее время ждет несколько школ района. Всего же в этом году в крае отремонтируют 76 школ. 11 продолжат строить. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.